Есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Надо сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые его просветят. Тогда заблуждения исчезнут сами собою. Эммануил Кант Мир социальных сетей позволил людям непрерывно обмениваться информацией. Эта позитивная возможность имеет побочное действие. Если некорректная информация попадает в информационную сеть, то она множится и укореняется в сознании людей как стереотип. Стереотип – заранее сформированная человеком, мыслительная оценка чего-либо, которая, как правило, не соответствует реальности. Крупнейшая в мире трубопроводная компания «Транснефть» решила развеять стереотипы о транспортировке нефти и нефтепродуктов. Для этого был создан проект «Страна Транснефть». Классическими контентными форматами в интернете считаются видеоролики и веб-сайты. Проект ломает стереотипы и объединяет эти две формы, создавая новую сущность. «Страна Транснефть» рассказывает о деятельности компании, технологиях, производстве, социальных, экологических и благотворительных событиях. Особенностью проекта является совмещение видеоконтента, инфографики, трехмерного меню и интерактивных викторин, в которых пользователь может попробовать свои силы. Пользователь не просто выбирает ответ, но и получает факты, которые проясняют неправильно сложившиеся стереотипы. «Страна Транснефть» соответствует современным интернет-стандартам, имеет мобильную и англоязычную версии. Тестирование проекта осуществлялось на неподготовленных людях разных социальных и профессиональных групп разных возрастов и предпочтений. При тестировании было получено 86% положительных отзывов о проекте. 72% респондентов после изучения проекта скорректировали свои стереотипы о нефтепроводном транспорте. «Впечатляет, я вам так скажу». «Да, это сложнее, чем я думаю». «Да? О как». «На самом деле много нового для себя узнала». По материалам проведенной работы были собраны промо-ролики проекта. «Страна Транснефть» не просто информационный, но и просветительский проект. Это проект, борющийся с ошибочно сформированными стереотипами. От того, насколько успешна будет наша борьба, зависит чистота информационного поля, в котором каждый из нас существует.